Значит, психомоторная таксономия – чувствовать, готовность, подражание, имитация, усвоение механизмов, идеальное исполнение, адаптация и творчество. Конечно же, психомоторная таксономия. Значит, чувствовать. Что такое чувствовать? Перед выполнением какого-либо действия мы должны определять свои возможности, сможем ли мы это действие повторить, сделать, быть подготовлены к какой-либо работе. Например, если мы чувствуем, что мы, допустим, сдадим экзамены, то значит мы сдадим экзамен, мы должны быть подготовлены к работе, это чувствовать. Далее готовность. Быть готовым к чему-либо до выполнения какое-либо действие мы должны быть готовы. Подражание и лимитация. Повторять демонстративные действия. Например, мы подражаем кому-либо, мы имитируем что-либо. Освоение механизма – это выполнение действия согласно правилам. И идеальное исполнение – это в случае возникновения какого-либо проблемы во время чего-либо, когда мы что-то исполняем. Мы знаем, что мы можем поменять свое мнение, поведение. Адаптация. Конечно же, адаптация – это корректировать свои действия в случае возникновения проблемы. Мы часто употребляем этот термин, как адаптироваться к какому-либо месту, адаптация к какому-либо коллективу и так далее. А творчество, всем ясно, что творчество – это создает новые образцы деятельности. Творчество, я думаю, здесь объяснение не требуется. И, конечно же, я бы хотела снова повторить все, что я далее вам говорила, что таксономия Блума делится на три этапа. Это познавательная, аффективная и психомоторная. Мы знаем, что Бенджамин Блум – это в 1956 году первый раз он создал познавательную таксономию. Далее его ученики, это Андерсон и Красвелл, усовершенствовали новую таксономию, сделали ее более новую и, конечно же, поменяли этапы глаголов. Это исходный вариант и усовершенный вариант. Вот вы видите в таблице. Исходный – это оценивать, синтез, анализ, применение, познание, знание или знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценивание. А усовершенствованные варианты – это запоминать, понимать, применять, анализировать, оценивать и создавать. Это, конечно же, все относится к когнитивным процессам. Далее мы прошли с вами аффективно-эмоциональную таксономию. Это мы понимаем, что это связано с эмоциями, с аффективными эмоциональными ценностями, с эмпатией, формированием отношений, склонность переживаний, интереса и так далее. Мы узнали таблицу, считать приемлемым, реагировать, оценивать, организовывать, описывать. И далее аффективные сферы мы знаем и, конечно же, психомоторные таксономии. Но здесь, я думаю, ничего сложного нет.